Приветствую вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы остаетесь с нами на программе «Влияние». Юра Аскеров сегодня с нами. Приветствую Юра снова. Будь благословен, будьте благословенны, дорогие друзья. Это вторая встреча у нас с тобой по теме «Почему потерян интерес христиан к церкви?» И в чем причина? А сегодня мы идем в продолжение этой темы, Юра. Ну, а заглавили мы с тобой эту тему с твоей подачи. Бомба замедленного действия. Да, бомба замедленного действия. Ну почему? Потому что оно рвет не сразу. Проходит время. Проходит время, и тогда оно дает знать о себе. И дает знать так, что люди хватаются за голову, люди начинают задавать вопросы, люди говорят, почему Бог допустил это, ну и так дальше. То есть тема важная, тема нужная и тема благословенная. И мне один человек на днях сказал, вы знаете, вы очень глубоко копнули. Относительно первой темы? Да, относительно первой темы. И говорит, это очень важно. Это очень важно сегодня, чтобы эти вопросы поднимались. Чтобы мы не убаюкивали друг другу, знаешь, как спящие на корме корабля во время шторма. Это может быть фатальным для человека. И поэтому эта тема важная, нужная. И сегодня мы с тобой будем говорить об этом. И, Юра, не только потерян интерес к церкви, даже у христиан, но потерян интерес к тому, что названо Словом Божьим, к Библии. Это трагедия. И даже с учетом того, что тиражируются миллионными тиражами, миллионными ежемесячно по всему миру. И тем не менее, вот в каждом из нас, включая тебя и меня, на наших нижних полках, ну не скажу, что она пылится, но тем не менее, десятки всевозможных переводов и толкователей, и переводов Библии, но, к сожалению, к великому прискорбе потерян интерес. Юра, я хочу задать тебе очень интересный вопрос. Мы когда-то во время передачи его задавали. Вот смотри, Менделееву, за его таблицу подарили подарок. Это веса. Одна чашечка, которых была золотая. Как ты думаешь, из чего была сделана другая чашечка? Ты мне сейчас ответишь на это. Понятно, что они из золота. Ну, а с чего? Я думаю, или с серебра, или с металла какого-то. С алюминия. С алюминия, да, совершенно верно. Сто с чем-то лет назад алюминий был по цене золота. Его ценили, его берегли, и все. Но когда алюминия стало сильно много, он сегодня у нас под ногами. На него никто не смотрит, его никто не ценит. Так же самое сегодня с Библией. Мой друг, пастырь мессианской общины, то есть Равин, с Ужар до Федя Шестаков, он говорит, он работает у баптистов в Качарке. И там принесены ящики, но с новыми Библиями, ими топить. Я говорю, Федя, они что, с ума посходили? Топить Библиями? Да, и духовной литературой. Он говорит, а что, понавозили, куда нам девать? Вот тебе вопрос, Юра, вот тебе ответ. Но, есть одно маленькое но. Если в сердце человека Бог положил интерес к этому слову, он будет расти. И человек будет исследовать, даже если какое-то время у него будет такая маленькая апатия, все равно он вернуется к слову Божьему. Почему? Потому что оно манит. Оно манит. Оно открывает свои чудеса. Оно открывает свои благословения. Оно открывает свое богатство, которое есть в Священном Писании. Мне в последнее время приходится говорить с многими людьми. И все задают вопрос. Почему то, что ты говоришь, никто не преподает в церкви? Я говорю, ну я не знаю, я не отвечаю за церковь. Я не отвечаю. Я предлагал в своей церкви, пожалуйста, еще был Адам Семенович. Я предлагал, давайте, я человек, который занимался обучением. Я знаю, я в церкви пройдусь по всем служениям. Я посмотрю, что надо. Почему? Например, как я евангелист. Ну извини, мне не надо то, что учат пастыря. Мы когда готовились на Ватемалу, я месяц сидел в компьютере, изучал страну. Я ее изучал. И когда мне дали возможность проповедовать, спросили, а что, у тебя есть слово? Я говорю, да. И я проповедовал на проблему, которая была в Ватемале. А что была за проблема? Земля ушла. И где-то около ста человек пропали без вести. Вот так ночью спали, земля ушла и все. И мы потом видели эти дыры. Но для того, чтобы говорить, надо исследовать. Надо исследовать. И когда я вел курсы миссионеров, я говорю, хорошо, вы едете в страну. Пожалуйста, изучите, что там. Чтобы впоследствии вы могли именно упереться на то, что является важным и ценным для этой страны. То, что ты называешь, Юра, это систематическое изучение. Я понимаю. То есть есть систематическое богословие. Не просто мы прыгаем с темы на тему и так вот, знаешь, прыгаем и бегаем. Сказал сегодня одну, а через день забыл, что в этой говорил, начал какую-то другую. Есть систематическое богословие и есть к систематическому богословию то, о чем мы говорим. И мы перейдем к теме. Есть систематическое изложение проповеди или тематики. Ты начал эту тему, ты ее не закончил, потому что она настолько обширна. Я понимаю. И ты идешь на следующее воскресенье или через две недели, идешь в следующую, идешь в следующую. Я даже у нас в церкви говорил, что ту тему, которую я сегодня изложу, это тема на пять, на шесть уроков. А затем, по сегодняшний день люди подходят и говорят, Юра, ты же обещал, что ты продолжишь эту тему. И то много ко мне люди подходили. Говорит, мы помним эту тему. Я объясняю, что по причине того, что есть ряд проповедников, и каждый имеет свою череду. И моя череда подойдет к какому-то следующему месяцу или это, и люди забудут эту тему. Для этого то, о чем ты говоришь, когда ты в теме, ты систематически излагаешь свою тематику библейскую, и тогда оно связывается в голове. Юра, я понимаю, я немножко за другое хотел сказать. Например, что дается общее богословие. Ну да. Да, но мне общее богословие не надо. Если я преподаю миссионерам, я должен им дать то, что им пригодится в служении. Не то, что, извините, кто-то написал программу, и я много раз говорил, много предметов просто надо убирать оттуда, потому что они не имеют никакого значения, никакого, ни духовного, ничего. Но для миссионеров, для миссионеров, есть миссионерская программа. Для пастырей, извини, есть пастырская программа. Почему? И пастырь, ну, я понимаю по писанию, это не администратор, как сегодня. Пастырь – это душепопечитель. Духовный. Да, дело в том, что я рассказывал, я жил на Кавказе, я видел чабанов, и я видел их отношение к овцам. Если бы чабаны поступали с овцами так, как сегодня поступают иногда постарея в церкви, ну, извините, овец бы не было бы. Овец бы не было бы. И поэтому очень важно, очень важно для каждого человека, который работает в определенном направлении, дать то, что поможет ему. Я помню, когда-то Саша Дудик пригласил в церковь доктора Батсона, если не ошибаюсь. Он преподавал герминевтику. Юра, то есть не герминевтику, а… Экзогетику. Экзогетику, да. После этого у меня проповеди изменились, только экзоэтика. Только. Почему? Потому что это толкование Писания. А для меня очень важно толкование Писания и проповедь о Христе распятом, Божьей силе и Божьей премудрости. Потому что только это тебя спасает, только это тебя благословляет, только это открывает для тебя горизонты, только это тебя ведет, только это сверху дает тебе помощь, ну и так дальше. Можно говорить очень и очень много. И поэтому это очень важно, очень важно. Итак, Юра, смотри, когда образовывается, я уже ухожу в тему, образовывается вакуум или пустота по причине отсутствия интереса к церкви, интереса к церкви, вместо этой пустоты, свято место пусто не бывает, да. Вместо этой пустоты или на смену то, в чем потерян интерес, приходит что-то другое. И вот это другое, пожалуйста, что другое? Почему у людей, почему вот эта бомбочка, за которую мы говорим, которая залаживается, она взрывается не сейчас, а впоследствии. И у нас несколько пунктов, за которые мы будем говорить. Самое первое, это то, на что мы смотрим, обращая внимание. И вы знаете, друзья, я в последнее время просто удивляюсь. Я вижу молодежь, вот со мной работают молодые люди, американцы. Я видел это и у наших. Ну, во-первых, что они слушают? Они слушают рок-группы и именно сатанинского направления. Ну, один говорит Black Sabbath. Ну, мы же прекрасно знаем, что это сатанинская группа. Футболки Black Sabbath. Вот, и я говорю, слушай, ну, это же сатанин. Нет, они поют христианские песни. Я говорю, слушай, на 10 песен в альбоме, которые прославляют сатану, одна христианская. Да, эта песня говорит, что Иисус Христос, это Сын Божий, и то, и другое. То есть, они взяли одно, одно, но на остальное они не обращают внимания. Дальше, футболки. Футболки. На футболках вампиры, рок-группы с сатанинской символикой. И даже некоторые делают татуировки. Да не некоторые. Да ты посмотри, это эпидемия в христианстве, Юра. Эпидемия. Ты знаешь, почему мы выбросили Джойс Майер из эфира? Не знаю. Это я впервые в прямом эфире озвучиваю? Да. Ну, по крайней мере, я впервые слышу. Так, слушай, это было полгода назад, и мы получили много претензий и нареканий со стороны зрителей, которые любили Джойс Майер. Были прикованы. Особенно, я тебе по секрету всему свету, из баптистского направления, женщин, сестер, они много, так сказать, ну, были привязаны к Джойс Майер. А кто эта женщина, ты знаешь. Ты знаешь, что это. Известная очень личность в Америке, очень известная. Так, слушай, ты говоришь некоторые, так она величина всемирного масштаба. Она на всех телеканалах по сегодняшний день, она на всех медиаплатформах. Она собирает десятки тысяч ежемесячно, десятки тысяч на стадионах и попадает мне, попадает мне видео, на которых эта женщина показывает присутствующим в зале, тысяч двадцать было на стадионе, и она показывает и рассказывает, почему и какие наколки она сделала у себя на теле. Она показывает, что здесь было, она показывает, что здесь, а камеры приближали, она показывает на шее. И затем она произнесла следующую фразу. Говорит, мне еще сделали наколку на таком месте, что мне неприлично вам это место показать. То есть, ну, и так рукой показала на заднее место. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Это одно. Это, а затем еще, Татьяне, знаешь, сколько? Восемьдесят один лет. Восемьдесят один год. И она показывает на своего мужа Давида, я прошу прощения, я не критикую, но всему не должно быть места в истинном здравом христианстве. Это уже христианство, отступившее от Бога настолько далеко, что только глубокое искреннее покаяние возвратится к Богу и даст милость Божью к этому христиану. Так вот, слушай, она показывает на своего мужа и говорит, он то же самое сделал вместе со мной, мы ходили к этому, который делал. А ты говоришь некоторым, Юра, это сплошь и рядом. Я понимаю, Юра. И я принял решение, потом подвергал, мне приходилось, Юра, мне приходилось людям, которые звонят нам в офис, объяснять, которые пишут на e-mail и пишут, объяснять, что на всем стою и не могу иначе, и помоги мне в этом Бог. Поэтому мы выбросили с эфира, и я не жалею об этом. Да, мы, возможно, потеряли даже некоторую часть зрителей, которые были привязаны. Я говорю, смотрите другие программы. Юра, продолжай. Хорошо. Я люблю смотреть разные научные программы. Ну и я смотрел некоторые вещи, которые называются мистикой. То есть есть канал «Мистицизм». И я смотрел, и вот выступала одна женщина, ну, оккультного направления. Она сказала, я хочу, чтобы эту фразу запомнили христиане. Если человек делает тату, которая имеет, он не знает об этом его значении, но он и нанес. Это добровольный впуск демонической силы, которую впоследствии никто оттуда не изгонит. Почему? Это добровольно. Это добровольно. Что говорит Писание? Вы храм Божий. И плюс не делай нарезы, наколки. Ну, я понимаю. Ну, пойдите на любой молитвенный дом, возьмите, начните что-то рисовать. Вас оттуда быстро попросят. Почему? Потому что это дом Божий. Это дом Божий. И Писание говорит, что этот дом – это вы, и он свят. Да. Продолжаем. Хорошо. Мы смотрим дальше, друзья. И Писание говорит о том, чтобы мы не поступали так, как этот мир. Почему я говорю за эти вещи? Почему? Вы знаете, это все на уровне подсознания, на уровне подсознания действует на наш разум. Хорошо. Если что-то можно, значит можно. Наш разум тогда это пропустит в нашу внутренность. А Писание говорит, что наш разум – это ворота нашей души. Что мы пускаем в нашу внутренность? Откуда у нас проблемы? Откуда у нас депрессии? Откуда у нас расчарование? Потому что пускаем не то, что надо. Хорошо, друзья. Я пойду немножко дальше. Дальше. Что мы слушаем? И снова же, друзья. Мы часто слушаем обман. Одна рок-группа, она задом наперед пустила песню. Ну, люди слышали какие-то мявканье, вавканье, все. Но когда пустили ее в обратном направлении, там интересные слова. Обманутые не понимают, что они обмануты. Людей обманывают. И музыка, музыка, как очень сильный инструмент влияния на нашу душу. Почему именно этот инструмент самый больший сил и зла берут? Именно через это в жизнь людей приходят проблемы. Люди начинают слушать эти слова. Слова, которые говорят, что Бог является, ну, обманул их. Бог забирает их свободу. Только силы зла дают эту свободу. Дальше люди начинают молиться на эти группы. И люди получают демоническое воздействие. А люди, которые просто слушают, не понимая. Я обращаюсь к нашему славянскому сообществу. Я был на похоронах в одном из штатов, в одной из церквей. Были большие, довольно-таки большие, пятидесятнические похорона. Молодой человек, имеющий 22 или 23 года от роду, отошел в вечность. И дружно, так сказать, по причине того, что он был воцерковленный, дружно провожали его в покибытие, благодарили Господа, что Господь принял его в свои обители. Ну, все нормально. Стояла плачущая родственники, плачущая мать, которую все утешали. Я затем подошел, тоже утешал мать. И он жил с американцем где-то так. Но с американцем он жил, он не был семейный. И вот пригласили пастыря сказать слово американцу. Это молодой тоже человек. И вот он выходит и говорит, всегда, то есть начал с того, что я выражаю соболезнования, был хороший друг, это мы вместе жили, так сказать, под одной крышей и общались много. И говорит, всегда, когда я буду слышать музыку теперь, с сегодняшнего дня музыку, и он назвал имя сатанистки, очень популярной во всем мире. А молодежь за этой сатанисткой, молодая, молодая певица, очень молодая, ей еще 30 лет. Но на своей сатанинской музыке она сделала уже свыше миллиард долларов. Она стала миллиардером, долларовым миллиардером, не гривневым. Она сделала, потому что молодежь, подростки, прям, они прям без ума. Как только объявляется где-то ее концерт, там просто огромные деньги, чтобы попасть на ее. Так вот, и этот молодой человек, говоря, глядя на покойного, который перед нами лежит, он говорит, «Всегда теперь, когда я буду слышать музыку, это назвал имя, я не буду называть, зачем я буду?» Говорит, я буду вспоминать моего друга, потому что мы любили эту музыку. Юра, ты не поверишь, ты не поверишь. Ну, провели мы его, молодого человека, в Царство Божие, провели. Ну, как мы делаем? Ну, а куда же? Ну, мы обязаны в Царство Божие провести. И я затем остался с лидерами. Ну, там были лидеры церкви, включая старших пасторей. Говорю, ну, Господь добылась в семью, плачевшие, так сказать, родители, родственники, братья, сестры его, ушедшего. Говорю, вы уловили, что американец сказал? Нет, а что сказал? Я говорю, вы не уловили? Нет, говорит, мы ничего не помним. Я говорю, дорогие мои, вы очень многое потеряли. Ну, наверное, по причине того, что знание английского очень скудно, если бы они услышали то имя, я верю, что задрожали бы у этих проповедников наших, когда мы провожали его в Царство Божие, мы бы чуть-чуть, ну, просто говорили, Господи, яви милость над ушедшим. Я к чему? К тому, что то, о чем ты говоришь, то, о чем ты говоришь, это прям, это в десятку ты попадаешь. Это то, к чему привязана наша молодежь. Это то, чем заняты их мысли, их машины, их айфоны, их... Я понимаю, Юра, ты правильно говоришь. Но смотри, что получается после? После этой концертной эйфории пустота. Сто процентов. Пустота. А пустоту надо чем-то залить. Или залить, или закурить, или заколоть. Ну, и получается, что именно такая музыка, она в большинстве открывает дорогу в наркоманию. В наркоманию. И к стыду нашему, наша молодежь это пробует. Я знаю. Мы когда приехали сюда, ну, я немножко занимался в церкви, с миссией, и я встретил на базе, ну, я помогал одному человеку в магазине, я встретил человека. И он говорит, Юра, я тебе хочу что-то сказать. Я говорю, скажи. Ко мне пришли на исповедь пацаны, а я работаю с наркоманами. И, говорит, они сказали. Мне лично сказали, что нам дано задание посадить аскеровых на иглу. Это твоих детей? Да. Сыновей твоих? Да. Но Бог помиловал, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Понимаешь? И получается вот такие вещи. Наша молодежь, на слова она не реагирует. Они самые умные. Они самые крутые. Они самые продвинутые. Но потом получается проблема. Сегодня пойти прогуляться по кладбищу, в большинстве мы увидим не взрослых людей, а молодежь. Что происходит? Задают многие вопрос. Что происходит? Возможно, через такую музыку. Когда человек повторяет. Вот была группа ACDC, они пели дорога ват. Да. Шоссе ват. И когда человек повторяет эти слова, он делает призыв. Он делает призыв в свою жизнь. Я когда-то прочитал книгу «Разрывающие оковы» Нил Андерсон. Да. Очень хорошая книга. Хорошая книга. Я в этой книге увидел одну свою ошибку. Я понимал, что я человек, который, но я не могу справиться с теми проблемами, и не понимая слова Павла, я пригласил жало вплоть в свою жизнь. Потом я уже узнал через время, что это ангел сатаны. Но снова же. Люди приглашают через эту музыку, через повторение этих слов, люди приглашают это в свою жизнь. А потом что? Разбился. Где-то в драке ударили ножом, или что-то такое. Или какая-то болезнь, и люди уходят. Молодые уходят. Те, которые должны были делать дело Божье. Это наши светочки, это наше благословение. Оно уходит. Почему? В потенциале, Юра, в потенциале каждый молодой человек, каждый житель земли, в потенциале то, что Бог в первоначальном своем плане закладывал в человек, в потенциале это евангелист, это пастырь, это миссионер, это не обязательно в церковной среде, но это может быть успешный бизнесмен, который сеет во славу Господа, служения разные. Это может быть политик, который продвигает правильные, нравственные устои в обществе. То есть в потенциале мы уже были, в хорошем смысле этого слова, запрограммированы для успеха, а не то, о чем ты говоришь. А дьявол, как ты говоришь, это бомба замедленного действия. Ну, правильно, Юра, видишь, человека обманывают. Человека обманывают. То есть обманутые не думают, что они обмануты. Все. Эти, ну, извини, псевдотоварищи, они поют. Что они поют? Бог забрал твою свободу. Сатана дает тебе истинную свободу. И молодежь клюет на это. Ну, извини, когда надо рыбу словить, на крючочек что-то сажают. И потом резко подсекают. И все. Это одно. Но самое интересное, что именно христиане начинают переходить другие культы. Я не говорю христианские. И даже не говорю за псевдохристианские. Почему? Обманутые. Что они слушают? Что они слушают? И получается довольно, как говорится, нехорошие вещи. Хорошо. Следующее, что они слушают, это людей, которые, ну, приносят нехорошие. То есть наушники. Наушники, сплетники, клеметники, все. И ты знаешь, люди часто слушают своих друзей. И через это получают проблемы. Еще одно, через что получается, ну, негативное, это семья. Мы немножко тот раз говорили, я просто чуть-чуть хочу ставить. Семья. Церковь не научила, я еще раз, не научила родителей обращаться с детьми. Детей, извини, лупят до посинения, ставят на гречку, на горох. Дело в том, что одного любимчика в семье, а остальные все на этого любимчика. Кто вырастает впоследствии? Я знаю 4-5 случаев, когда верующие парни брали хороших, благословенных, верующих сестер и издевались над ними. Ну, где такое видано? В христианской среде особенно, где такое видано? Значит, церковь не достигла того. Церковь не сделала то, что надо. Ну, вот такие вот действия и вот такие слова, они произвели свою работу. И сегодня эти люди, ну, извини, это наполовину духовные калеки. Потому что то же самое они внесли в свои семьи уже. И то же самое они делают. И то же самое видят дети. А что будет дальше? Проблема. Зачем далеко ходить, не именуя никого, наш общий с тобой друг, так сказать, который хорошо начинал. В свое время, в молодость, мы хорошо начинали, но затем сдвиг произошел, к сожалению, к глубокому и великому прискорбию. Произошел сдвиг. По-английски это shift произошел. И скорбит вся семья, скорбят дети. А дети же смотрят, к примеру. И жена скорбит, и родственники скорбят. То есть, вот, произошел этот, где-то этот внутренний надлом, надлом, духовный надлом. Сначала видно в области ума, в области разума, да, а затем оно опустилось в сердце. Некто сказал, что это самое огромное расстояние, это отсюда сюда. Самое опасное и самое огромное расстояние во всем мире, отсюда сюда. И ты знаешь, Юра, получается интересная вещь. Они ставят себя дома Наполеонами. Они ставят себя Екатеринами Вторыми. Но я не знаю, кем они еще себя ставят. Но главное, что в христианской среде страдает ребенок. Страдает уже, ну, извини, взрослая женщина. И главное, что к служителю не пойдешь. Стыдно. Стыдно. Стыдно сказать, что дома Наполеон Бонапарт Первый, который штурмом Москву берет, издевается над женой, издевается над детьми. И поэтому, друзья, это важно, чтобы наши церкви сегодня вели учение. Вы знаете, я понимаю, что словами много не сделаешь. Но слова плюс молитва и плюс работа Святого Духа, она может делать многие вещи. Многие. Юра, ты, так сказать, сузил предмет своего обращения. Я чуть расширю. Я хочу обратиться не только к нашим церквам, как ты говоришь. Я хочу обратиться даже к Невоцерковленным. Почему? Потому что информация, которую нам озвучили, что когда российское телевидение выбросили из Америки в 20-м году, ну, в 22-м, сори, повыбрасывали все российское. Со спутников посбрасывали. С кабельных сетей просто выбросили. Первый канал, НТВ выбросили. Это самые ведущие мировые русскоязычные каналы. Оставили импакт. Оставили импакт. Нас тоже выбросили из русского языка. Представь себе. Из русского языка нас сбросили и со спутников. Нас сбросили, выбросили из кабельных сетей. Юра, я лично выходил на Сенат, на Сенат Соединенных Штатов Америки и доказывал, что мы к Путину не имеем никакого отношения. Но вы на русском языке. Я говорю, да. Ну, какое отношение это имеет к Путину? То есть, и нас взяли, нас возвратили через три недели такого противостояния. Нас возвратили и туда, и сюда. Я к чему? Нас сегодня смотрят те, когда выбросили из Америки российское телевидение, людям надо смотреть. Не все же сидят в этом, как молодежь в мобильниках. И они перед огромными такими экранами переключили нас на импакт. Так вот, мое обращение к ним. Даже если вы не воцерковлены, может, для вас эта тематика, она далека. Некоторые из, многие из вас православные, так называемые. То, о чем мы говорим, это очень серьезные вещи, дорогие мои. Это очень серьезные вещи. Даже если вы, может быть, не верите в Бога, ну, сейчас, вероятно, таких мало. Может, вы Библию не читаете, но то, о чем мы говорим, тематика о том, что вы смотрите, что слушают ваши дети в ваших домах или в машинах, или на своих айпэдах, или айфонах, или на своих мобилках. То есть, это, это, это может быть для них пагубой на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, когда ты обратился, говоришь, в наших церквах, я решил чуть расширить аудиторию. Продолжай, Юра. Хорошо, я смотрел одного человека, он мастер боевых единоборств, и он сказал, он сказал, когда я был пацаном, если бы я услышал то, что сегодня поют у нас, говорит, с этим бы человеком, никто бы не здоровался и обходил бы десятой дорогой. Это было, ну, наша молодость. Даже, может, это люди намного, ну, меньше нас. Хорошо, друзья, теперь я бы хотел бы о чем поговорить, о чем мы думаем. И, вы знаете, друзья, мы часто думаем о себе. Ну, снова же, наши мысли, которые нас приводят к тому, что мы немножко удаляемся от Бога. Когда я начинаю возвеличивать себя в глазах других, через это проходили многие люди, и это называется звездная болезнь. И через эту звездную болезнь многие даже люди падали, падали. А люди, которые не являются в церкви, даже из-за этого получали, ну, негативные вещи. То есть, себя любие. Библия говорит, что в последнее время люди будут самолюбивы, ну, себя любы, сребролюбивы, сребролюбивы, годные, надменные, злоречивы, ну, родителям непокорны и так дальше. То есть, мы это видим в последнее время. Но, что из этого? Когда я начинаю возвеличивать себя, когда я начинаю возвеличивать себя, все люди уменьшаются в моих глазах. То есть, нарциссист. Да, да, да. И получается, хочу я или не хочу, но эти люди начинают удаляться от меня. Я теряю друзей. Я когда-то говорил многим нашим христианским студентам, которые учились в семинариях. Я говорю, ребята, подумайте о том, что вы делаете сейчас. Вы получите знания, но вы потеряете свободное время, вы потеряете, возможно, общение своей семьей, вы потеряете друзей. Почему? Потому что, чем выше ты поднимаешься по служебной лестнице, тем меньше у тебя остается друзей и свободного времени. Если ты готов принести такую жертву, пожалуйста, это твои проблемы. Но я это увидел, я это увидел. И поэтому, как говорил один мудрый человек, никогда не надо, как говорится, откидать своих друзей и никогда не надо возвышаться на общество, понимая, что ты маленькая частица этого общества. И вы знаете, когда, ну я бы сказал бы, если перед нами стояла бы мозаика, мозаика, и один, ну маленький камушек с этой мозаики забрали, и этот камушек сказал бы, я вся мозаика. Вся мозаика бы засмеялась, без тебя мы остались на месте, кто ты? И поэтому, друзья, надо быть немножко, как говорится, ну меньшего мнения о себе. Почему? Потому что самолюбие иногда приводит человека на место Бога. Хотим мы это или нет? Мы видели в истории очень много людей, которые ставили себя богами. В истории творения то же самое. В истории творения. Но дело в том, что история творения, Бог сказал, что человек это образ Божий, и он наполнял землю своими образами. Но были некоторые, которые и сегодня есть, которые объявляют себя помазанниками. Юра, что они говорят? Они говорят, что они стали Христом, потому что слово помазанник это греческое Христос, а еврейское Машиах. Нельзя так. Нельзя. Вы такой же самый верующий человек, на таком же самом уровне вы получали благословение, на таком же самом уровне, говорится, Бог работает с вами. Но когда вы возвышаете себя над другими, что-то получается нехорошо. Однажды в мироздании был такой Люцифер. Юра, ну я не за это хочу говорить. Ты знаешь, есть, я не помню, как называется это направление, и руководили Се Мэн Мун. Это бывший пятидесятнический пастырь, который сегодня возомнил себя Христом. И у него очень много последователей. Он возомнил себя Христом, и он так и сказал. У них теория трех Христов. Первый у него не получилось, второго распяли, а нужен ему третий. И третьим является он. Но только не знаю, этот Христос скоро умрет, или уже умер. Потому что на то время, когда я читал эти слова, ему уже было семьдесят два или семьдесят три. Хорошо, друзья, давайте будем смотреть дальше, что нас отталкивает. То есть о Боге, почему Он сделал не так, как я хотел. Вы знаете, друзья, очень много людей, с которыми мне приходилось говорить, они обижались. Ну, почему Бог сделал так? Почему? И вы знаете, многие люди не понимали, многие люди уходили, то есть у них пропадал вообще интерес с Богом. Но проходило время, я тоже когда-то задавал вопрос, Господи, почему так? Почему мне в жизни пришлось пройти то, чего я никогда не хотел? Чего у меня получалось, то, что, ну, от меня и уходили друзья, и другие вещи? я задавал вопрос до того момента, когда не пришел в церковь. Вы знаете, люди не давали мне ответ, ответы давал Бог. Я когда-то говорил, что у меня было направление, когда мы проходили, ну, 14 лет, как это, в военкомат, прописное свидетельство, у меня дали направление высшее военное политическое училище пограничных войск КГБ, и у меня это было направление, и когда после одного инцидента я приехал в Россию и военком посмотрел, и тебя туда направляли, и меня туда направляли. Я задавал вопрос, Господи, сколько мог бы принести пользы? А потом пришел 91-й год, и я сказал, Господи, извини, Господи, извини, потому что я знаю, что я бы стал не человеком, а зверем, и я знаю, что многих офицеров КГБ, как говорится, поубивали и в Афганистане, и в разных разборках, и, Господи, я благодарю Тебя, что я туда не пошел, и я живу. Мне сейчас 62,5. Зюра, благодари Бога, ты еще, желаю тебе, и наши зрители, желаю, чтобы ты еще столько же прожил. Спасибо, ты говоришь, у меня есть две двоюродные сестры, двоюродные, знаешь, что такое, двоюродные, так вот, они вышли замуж за студентов, за студентов, за двоих студентов, это зятья, то есть мужья моих двоюродных сестер, живут сегодня в Санкт-Петербурге, они вышли замуж за двоих студентов, Академии Генерального Штаба Советского Союза, Академии Генерального Штаба Советского Союза, в 30 лет обои уже были полковниками, в 30 лет были полковниками, и это в тему, о чем мы говорим, и когда произошел развал Советского Союза, они, по-моему, моего возраста, мои эти сестры, произошел развал Советского Союза, все рухнула это знаешь как чаяние и надежды что слушай открываются прекрасные перспективы для карьеры для карьерного роста для такой без без безбедной жизни состоятельных людей все было потеряно все разрушено ельцин начал распускать армию ты же помнишь да 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 и несколько лет назад я улетел санкт-петербург отсюда и с одним из них мы вот так сидели в ресторане 5 часов сестра и и он сидел сестра моя и ее муж сидел и пять часов на протяжении пяти часов я ему преподавал пять часов не вставая мы в пять часов вечера сели и уже в районе 11 нас официанты уже на нас посматривают что так и так вышли долго так беседуете мало ели но много беседовали юра то есть то есть у нас с тобой у нас с тобой не было вот этого да были моменты up and down были моменты у каждого какие-то знаешь свои свои какие-то сомнения какие-то переживания какие-то тревоги внутренние в семье с детьми там мало ли чего мы по жизни то ходим на земле своими ногами но у нас вакуума не было у нас не образовалась эта бомба замедленного действия которая вылилась к тому что человек думая думая что он уже взял бога за бороду потому что он полковник в 30 лет и всего лишился всего лишился то есть я к тому что то что мы с тобой имеем юра это я понимаю больше чем те которые не имеют продолжая хорошо следующее почему у людей появляется апатия к богу бог не отвечает на мои проблемы но мы знаем что бог отвечает тремя словами да нет подожди почему возможно то что просит человека но будет вредить ему человек то не знает человек будущего не знает а бог то знает или бог говорит ну немножко подожди 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 придет время все или же он говорит пожалуйста я отвечаю на твою проблему так и так но мы люди такие что нам дали срочно и все все и сразу и получается если где-то идет задержка в чем-то люди разочаровываются и люди уходят не поняв ничего дальше еще одно интересное это размышление о других религиях вот это я буду говорить часа в следующем пункте почему потому что это очень важно это очень важно я знаю иудаизме иудаизме учителя то есть раввинам только в 35 лет разрешают открыть и изучать каббалу это не та наука которые нас пугают не юра это довольно серьезная наука почему ну например если мы возьмем я можем в одной из передач говорил когда один наш ученый еврей приехал в израиль у него уже было определенное видение чего-то того что тора говорит по-другому она говорит очень интересно и он сделал компьютерную программу поставил ее в компьютер и вставил туда тору нажал поиск и он был в шоке тора начала говорить совсем другим языком и вот место где иосиф предстал перед фараоном она говорила первый то есть император австро-венгрии франц иосиф первый из европейских монархов таком-то таком-то году посетит иерусалим и этот человек сразу бросился к энциклопедии открывает точно точно дальше гематрия это тоже интересная наука это тоже интересная наука вот например одно место говорит что у аврама было сколько рабов где-то 380 чем-то я не помню точно и имя элизар она гематрия то есть числовое изображение потому что у евреев буквы и цифры это ну одно и то же это не они не заняли это у арабов как заняла вся европа и тоже имя элизар означает 380 именно и они говорят вот смотрите элизар это один человек который был достоин этих людей и снова мы вроде на той программе говорили что именно этому человеку он поручил самое важное женитьбу своего сына самое важное женитьбу своего сына и это был человек который с этим делом справился хорошо дальше исследуя другие религии сегодня европу завоевывает хара кришна то есть это что приходит с индуизма люди которые не читают писание или оставили его они клюют на эти вещи они клюют все начинается с хатха йоги то есть это как гимнастика потом это все переходит в раджа йогу то есть это уже духовные вещи духовное созерцание и куда она дальше ведет она ведет людей не туда куда надо преисподнюю да когда-то программа вроде петерсон или кто этот человек который вел клуб или 700 и выступал один человек и он говорит ему явился духовный учитель ну и короче я не буду рассказывать эту историю но потом этот человек покаялся и его спросили после этого кто был этот духовный учитель брата иисуса христа как он назвал себе этот демон то есть одни обманщики они обманщики они могут победить христианина в одном случае если они его обманут и заставят работать так как хотят эти силы хорошо ну и за юношеские фантазии я не буду говорить хорошо юр сколько у нас время у нас почти 10 минут хорошо и следующее что мы читаем вот тут я хотел бы обратить особое внимание но я не знаю как сейчас люди у нас любят не любят читать вернее к сожалению к сожалению но люди смотрят фильмы а часто фильмы это пересказ тех же самых книг тех же самых книг и вот то что мы читаем она снова же она стучится врата нашей души в наш разум и она просит пусти меня туда внутренность то есть наши чувства нашу эмоцию и подавить нашу волю они просятся и вы знаете довольно часто люди которые не знают писание они это делают они пускают и мне задавали вот недавно я говорил с одним человеком орд юра ну почему в церкви не могут об этом сказать я говорю я не знаю я не знаю я всегда говорю эти темы почему потому что они важны и я через что я проходил сам каждую проповедь которая проповедую я ее сам пережил своей жизни я пережил больше освобождение я пережил больше благословения я пережил то что называется приобретением божьего мира я приобрел многое я приобрел друзья это потому что потому что бог это дал и бог вел этим самым как получить мир божий бог дал во время разбора как получить другие вещи бог дает это но только пожалуйста у вас есть библия дома возьмите откройте почитайте если вас заинтересовала какая история просто возьмите отделите ее одну от всех других мыслей прочитайте ее несколько раз посмотрите о чем она говорит она может ковыриться давать историю но этой истории она направляет нас на то что писание хочет юра вот к примеру над историей над одной из историй авра авраама да когда он молился за не за своего будущего сына молился за измаила я несколько раз читал я в 17 главе бытие я был сотни раз пока через 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 вот через проникновение в эту 17 главу господь не открыл мне картину того что было глубиной отношений между богом и между авраам и между авраам и между авраам настолько глубинные отношения были у них что бог ответил на молитву авраама которая заключалась в шести словах ты за своих детей молишься день и ночь много лет и многие из вас но насколько глубина отношений общности авраама с богом пони он назван другом божьим да они друзья были что он сказал пару слов богу попросил и бог мгновенно ему ответил то есть а ты говоришь несколько раз временами дух святой помещает вас в одну главу сотни раз для того чтобы показать вам какую-то такую картину что вы просто изумляетесь продолжали хорошо и мы смотрим вот ты говоришь за измаила измаила практически она не должно было быть но это понятно да это сарочка это сарочка и в данном случае ну евреи после того когда они ушли они не дают толкование за измаила только измаил пришел на похороны авраама хотя изма хотя 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 арабы то есть они гордятся этим да 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 они гордятся но хорошо давай мы оставим измаила пойдем дальше книги которые мы читаем и книги которые положены сегодня на фильмы но книги которые бьют по голове не утвержденному христианину одна из них кодда винчи дэн брауна книга я не буду рассказывать сюжет друзья я не хочу но когда-то андрей кураев нашумевшая книга андрей кураев это был ведущий богослов московской патриархии он сказал что дэн браун свои книги написал то что боялись говорить все остальные но просто он написал это так немножко чудаковато но он в этой книге написал что есть тайные общества что в этой книге они ведут антихристианскую политику дальше что они сочиняют многие говорится басни о иисусе христе и одна из этих басен то что христос был женат в писании мы этого не находим конечно не находим на марии магдалине да 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 но они целые тот самый и человек я когда преподавал в донецке был епископ нерегистрированного братства владимир 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 горбачёв я учился с ним семинарии в киеве и он меня пригласил и я просто однажды подумал и говорю володь вот смотри есть этот фильм давай я его поставлю дам задание студентам чтобы по этому фильму они написали мне рефераты как да ну он сказал да я разрешаю я это поставил и одна женщина начала кричать не веру пожалуйста я освобождаю вас когда он пришел ему какое она имела право это же будущее ученые они получают степень бакалавра а это уже ученый это уже ученый и слава богу люди которые писали прекрасные рефераты написали говорю прекрасные почему потому что то задание которое дал они исполнили замечательно то есть задание было на то что сравнить этот фильм с писанием и аргументировать да и противостоять да 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 совершенно верно почему потому что мне приходилось довольно часто иметь диспуты с разными людьми и даже с нашими с харизматами свидетелями и головы с православными даже однажды у меня была встреча с этими харе кришна мы на евангелизации спрашиваю церковь ходите да какую харе кришна и опача попались евро хорошо начали говорить поговорили они помолились с нами потом пошли к пастырю и даже одно время ходили в собрание хорошо и рассмотрите друзья фильмы и книги с оккультным оккультной направленностью от текстом да вот еще одна книга автора я не помню острию бритвы это старая книга я ее читал где-то восьмидесятых годах то же самое прославление гипноза прославление оккультизма и люди читают это юра и ты думаешь что то оно у тут не остается 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 и в нужный момент когда придет жизнь испытания а мы знаем что есть ангел который специально поставлен для того чтобы испытывать людей но мы его называем противник сатана мы видим в адемском саду он испытал адама и еву он испытал иова он испытал иисуса христа и нас испытывает я молодежи на прошлой неделе на кемпе был я им так сказал говорю что сатана противник ваших душ вас ненавидит лютой ненавистью не думайте что он у вас ваш брат не то что брат не думайте что он так чуть-чуть слегка он ненавидит вас лютой ненавистью поэтому его задача украсть убить и погубить это юра ты говоришь что читать насчет фильмов мы можем поговорить следующий раз это потому что сейчас мало читают молодежи хорошо не смотрят они смотрят и губят свои души не утвержденные не укорененные не 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 то есть не 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 твердые в боге и в писании они губят собственными руками сохрани нас в этом нас юра мы уходим из эфира поэтому осталось буквально несколько секунд мы прощаемся со зрителями следующий раз мы третье будет наша с тобой будь благословен было интересно назидательно иисус христос любит вас будьте благословены оставайтесь с нами на импакте всего хорошего а и Субтитры создавал DimaTorzok